Разговор по чесноку на радио UFM Добрый вечер! В эфире программа «Разговор по чесноку» и я, Марина Хагимова-Гацемайр. Как и где найти достойную, хорошо оплачиваемую работу? Как отличить мошенников на рынке труда? Какие профессии сегодня востребованы, а какие никому не нужны? Трудоустройство в Татарстане – тема нашей программы сегодня. И я хочу представить гостя, который осветит эту тему. Это руководитель отдела продаж сайта «Работа.ру» и газета «Работа для вас» Зуля Романова. Здравствуйте! Здравствуйте, Зуля Гумеровна! И первый вопрос. Я знаю, что вы уже не первый год работаете в сфере трудоустройства. Скажите, сегодня в Татарстане кто ищет работу наиболее активно? Наиболее активно ищут работу – это студенты и контингент людей в возрасте от 30 лет до 45 лет. Это вот по статистике и по моему мнению, так сказать. То есть, так скажем, студенты, учащиеся, да, и уже люди, так скажем, в возрасте, да, с каким-то опытом. А как вы думаете, с чем это связано? Это связано с тем, что более престижную работу, более высокооплачиваемую работу. Когда человек работает, допустим, много лет на 15 тысяч, ему же хочется получить что-то большее. А если он не видит никаких перспектив на той работе, где он работает, соответственно, он будет искать что-то лучше. Вот с этим связано. То есть, от работы в какое-то время, к 35 годам, так скажем, к 35-40 годам, люди понимают, что надо искать что-то лучшее. Так что же искать, да, какие вакансии предлагают? Вакансии очень много предлагают. Вот когда говорят, что человек не может найти работу, я в это как-то не верю, потому что работы очень много. Требует очень большое количество обслуживающего персонала, требуются IT-специалисты, высококвалифицированные специалисты требуются. Также есть работы и для пенсионеров, и для студентов. Просто надо правильный подход искать, обращаться в центры занятости. Центр занятости всегда может подобрать и предложить ту или иную вакансию человеку, которая будет тоже интересна. Нельзя отказываться от тех вакансий, которые предлагают. Можно попробовать устроиться на одну вакансию и в процессе, пока вы работаете, уже подыскивать другую. Чтобы не прыгать с места на место, а сидеть, работать, устроиться, и можно найти хорошую работу. Можно. Вакансий предлагают много. Вы сказали, что это обслуживающий персонал, IT-специалисты и, вот если мы составим рейтинг самых востребованных профессий. IT-специалисты, обслуживающий персонал и рабочие специальности. Это маляр, это столер, это фрезеровщик, штукатур, экскаваторщик. Вот этих вакансий тоже очень большое количество. Очень большое количество рабочего персонала требуется. Потому что сейчас многие, когда идут учиться, они не рассматривают, как рабочим персоналом никто не хочет идти работать. Но это очень интересные профессии, на них тоже можно заработать денег, можно также, проработав какое-то время на каком-то предприятии, открыть что-то свое. Наше правительство очень хорошо помогает малому и среднему бизнесу, и поэтому этого бояться не надо. Надо пробовать. Вот вы сказали, что наибольшим спросом, так скажем, пользуются рабочие профессии. Да. А какая это за средняя зарплата? У рабочих профессий? Ну так сказать нельзя, это как бы, ну есть какая-то статистика, но в среднем 15-18, где-то бывает и подсобным рабочим предлагают 17 тысяч, даже просто обычным подсобным рабочим. Это все зависит от рабочего дня, какой рабочий график, сколько дней в неделю человек будет работать. Бывает такое, что требуется на два дня, чтобы человек выходил два дня, или как на подработку. Это все от этого зависит, индивидуально, так сказать. Это все уж устанавливает работодатель. Обслуживающий персонал, да, еще очень вас требовал? Да, конечно, в общепите. Там зарплата чем-то отличается? Ну да, конечно, в общепите очень много требуется, повара требуется, посудомоющицы, горничные. Сейчас, допустим, вот когда проходят универсиады, проходили, сколько гостей было в Татарстане, в Казани у нас. Вот, пожалуйста, то же самое, в те же самые гостиницы, в те же самые рестораны и кафе всегда требуется обслуживающий персонал. Бывает такое, что даже они не, вот это та же самая какая-нибудь кафе, столовая, они не обращаются в СМИ, здание, не на сайт. Они у себя на двери вешают объявление, что им требуются официанты. И это очень хорошо подойдет для студентов. Работа, допустим, официантам, которые учатся, а вечером они могут подрабатывать. И сколько могут они заработать? Ого, это тоже же, ведь так не скажешь, там есть. Это как устанавливает работодатель. Ну, в среднем 15 тысяч, 12, смотря в каком тоже месте, в каком заведении будешь работать. Ну, если мы говорим, да, рабочие специальности требуются, требуется обслуживающий персонал, мы говорим как бы о людях без высшего образования, да? Есть, требуются высококвалифицированные сотрудники, требуется, конечно же, очень много, допустим, в сфере образования, в здравоохранении, в те же самые, в театры требуется персонал. В театры кто? Актеры требуются? Не совсем, требуется режиссер, требуется администратор, гардеробщик, тоже туда требуется. Вот кому сегодня легче всех найти работу? Какое нужно получить образование? Каким нужно обладать характером и способностями, чтобы найти очень хорошую работу? Мне кажется, нужно просто быть упорным человеком. Так нельзя сказать кому. Можно бы иметь три высших образования, но эти образования будут не твои. Надо правильно получить образование, надо правильно подойти к этому образованию. Бывает такое, что могут довязать родители, стать кем-то. А вот я, допустим, люблю шить, а меня отправили учиться на юриста. Я, допустим, не понимаю в юриспруденции ничего, но люблю шить. И, возможно, если бы я стала партным, я бы добилась больших успехов. Вот тут тоже нельзя ответить так на этот вопрос. Поэтому высшее образование, оно очень важное. И можно получить техническое хорошее образование, отучиться где-то в техникуме, получить образование. Вот еще раз говорю, рабочая специальность. Сколько у нас производств в Татарстане, в Елабуге очень большое количество. Заводы. Тот же самый Челнинский, у нас КАМАЗ завод большой. Туда тоже требуется. Вот для этого проходит профориентацию школьники. Для этого есть выставки, ярмарки. Ярмарки, вакансии, да. Они ежегодные ведь, да? Ярмарки, вакансии. Ярмарки, вакансии, они то, что ежегодные. Они практически через каждые два месяца проходят ярмарки, вакансии. Проходят в разных районах. В разных районах они проходят ярмарки, вакансии. На эти ярмарки, вакансии приезжают обязательно центры занятости, приезжают кадровые службы с того или иного предприятия. И они обязательно, вот вы придете на ярмарку, вакансии, вам обязательно расскажут про ту или иную вакансию, обязательно что-то посоветуют, помогут подобрать. И для этого как бы создаются ярмарки, вакансии, люди их посещают. Посещаемость там большая. Также вот центры занятости большую роль играют. Когда человеку нужна работа, они обязательно ее подыщут и найдут. А что касается безработных, кто, как правило, остается, так скажем, за бортом? Какие специальности, какие профессии сегодня, ну совсем или почти не пользуются спросом? Почти не пользуются спросом. Вот так, что люди обращаются к вам, я имею высшее образование в такой-то области, да, вы пытаетесь подобрать человеку эту профессию и так далее, но никто не хочет. Нет, в любом случае будет какое-то предложение. Будет в любом случае предложение? В любом случае будет предложение, конечно, оно может быть не совсем удобное для соискателя, возможно, там не будет его устраивать зарплата, возможно, его не будет устраивать график, но предложение в любом случае будет. Сейчас множество сайтов, порталов, которые занимаются именно, предлагают работу, вот, и они могут оставить свое резюме, и им сами напрямую работодатели будут отправлять предложение о приеме на работу. Ну вот сейчас огромное количество возможностей, как искать работу, да, можно искать в интернете, можно искать по газетам, можно через знакомых, родственников искать по старинке, да, как-то можно непосредственно в компанию обращаться, отправлять туда резюме. Вот какой способ вы бы посоветовали, какой оптимальный? Оптимальный способ, я считаю, можно заполнить. Вообще, если человек ищет работу, надо пробовать все способы, все. Обязательно надо составлять резюме, оставлять его на сайте. Отклик в любом случае будет, ни одно резюме без отклика не останется. Сходить в центр занятости. Все равно же, когда человек ищет работу, если ты ищешь и чего-то хочешь. Ну, всегда найдешь. Да, под лежачий камень не зря, говорят, вода не течет. Обязательно можно пролистать в СМИ, вы от этого ничего не потеряете, если вы просмотрите газету. Также бывает, вот к нам, прям к нам приходят в офис люди, которые ищут работу, они прям приходят и спрашивают, есть ли у вас какие-то вакансии? А много вообще таких людей, которым все равно, где работать, которые приходят к вам и говорят, нужны деньги, готов на все? Да, конечно, есть такой народ, который вот ходит, они прям стучатся в дверь, открывают, спрашивают, есть ли у вас какие-то вакансии. Допустим, если у нас именно к нам в редакцию никто не требуется, мы обязательно откроем газету, посмотрим, какие вакансии на сегодняшний день есть у нас в газете. Мы обязательно можем предложить человеку составить резюме у нас на сайте, просмотреть на сайте какие-то вакансии, которые у нас есть, подобрать, дать номера телефонов, чтобы человек обратился. А какие люди, как правило, вот сейчас находятся без работы? Люди, которые к вам приходят и говорят, я готов на любую работу? Ну, разный контингент, есть студенты. Студентов много? Сколько приблизительно процентов? Студентов много, процентов 35-40. Вот очень многое количество людей, детей ищут работу, знаете, летней от 16 лет, которые 15-16 лет хотят поработать летом. Вот очень интересно, тоже очень радует. Вот, конечно, хорошо было бы, если бы что-то для них придумывали, как бы, какие-то рабочие, ну, какие-то специальности, какая-то подработка, чтобы была у детишек, вот таких, как 15-16 лет. Нам приходят, две девочки пришли, попросили на летний период найти им работу. Прямо на все три месяца? Просят, да, на все три месяца искать на летний период работу. Как бы они на каникулах, и они хотят подзаработать к школьному сезону. Ищут, и ведь бывает, что они находят. А и кем они в итоге устроились? Ну, вот требуются же расклещики. Расклещики объявлены? Промоутеры. Вот, пожалуйста, вот такие, как бы, работы требуют, идут школьники. Угу. 15-16 лет. Упаковщиком, возможно, куда-нибудь есть. Такое тоже есть. Ну, вот возвращаясь к вопросу, где искать работу? Да, в интернете, в газете, по знакомым, отправлять резюме в компанию, искать объявления на стенах домов и так далее. Скажите, вот риски, например, поиски работы в интернете. Риски. Самый большой риск, я считаю, что это финансовые пирамиды. Это очень большой риск. На него, в основном, конечно же, попадают пенсионеры. Финансовые пирамиды вообще существуют давно. Да. Лет уже, наверное, 20. Да. И вот эти вот в интернете постоянно встречаются, как заработать миллион за два дня, как заработать, не выходя из комнаты, не знаю, тысячи долларов и так далее. Вот, это и есть финансовая пирамида, но она рано или поздно рухнет. Это финансовая пирамида. Не существует долгих финансовых пирамид, потому что один вкладчик несет деньги, другой вкладчик несет. Основатель финансовой пирамиды ему выплачивает. Когда-нибудь вкладчики заканчиваются, и финансовая пирамида рухнет и разорится. Вот на это, конечно, самый страшный риск — это попасть на финансовую пирамиду. Это в основном доверчивые пенсионеры, и те создатели, которые создают эту финансовую пирамиду, они хотят заработать, и у них получается на доверчивых людях зарабатывать. Надо быть более внимательным. То есть этот вот сетевой маркетинг, финансовая пирамида — это одно и то же, в принципе, да? Ну, фактически, да. И наивные люди, пенсионеры в основном, да? Или попадаются так же? У пенсионера попадают наивный человек, доверчивый человек. Это может быть и студент, это может быть человек-инвалид, который ищет себе подработку. Многие же указывают подработка, легкий заработок. Но разве, вот вы сами понимаете, что разве может быть заработок легкий? Разве просто так можно заработать миллиарды? Такого же быть не может. Ну, конечно, бесплатный сыр только в мышеловке, да. А вот эти вот объявления тоже в интернете очень много. Иногда встречаешь какие-то вот расклеенные «заработай в интернете тысячу долларов» и так далее. «Заработай в интернете миллион». Если вас просят вложить деньги, заплатить за стажировку деньги, или что-то купить, может быть, да, какой-то продукт. Да, что-то приобрести, какой-нибудь буклет, методички, якобы ссылаясь на то, что это у вас будет стажировка, ни в коем случае нельзя ничего покупать, ни один работодатель добросовестный не попросит никаких вложений о приеме, когда принимает человека на работу. Человек для чего идет на работу? Чтобы заработать, а не чтобы вложить. Вот на это в первую очередь надо обращать внимание. Для этого существует договор, договор есть. Обязательно надо читать, быть просто внимательным. Всегда везде все прописывается. Тот же самый, пожалуйста, допустим, если человек идет устраиваться на работу, и ему говорят, вы будете проходить у нас стажировку. Стажировка, она может длиться до трех месяцев. И, естественно, деньги он получать не будет во время этой стажировки? Нет, он должен получать деньги, и это все будет обязательно прописано в договоре. Время стажировки будет прописано, работодатель его устанавливает сам. Смотря какая профессия, допустим, некоторым нужно... И вот он, пообщаясь на собеседование, многие же говорят, что на все вопросы ответим на собеседование, при личном контакте с человеком, чтобы понять, как человек общается. Работодатель тоже не хочет брать, допустим, если это хорошая какая-то должность, организация, работодатель тоже не захочет брать просто так человека, который ничего не будет делать, а просто сидеть и учиться 10 месяцев. Зачем это? Ему же нужен человек, чтобы выполнял ту или иную работу. В процессе обучения. То есть бесплатных, вот я хотела бы уточнить, что бесплатных стажировок не бывает. Законодательным законом они не предусмотрены. Нету, нету. Они обязательно прописываются работодателям в договоре. Обязательно. Когда говорят, вот вы будете проходить стажировку 3 месяца, и при этом ничего не заполняют. Хорошо, вы сегодня пришли на официанта работать. Проходите стажировку в кафе 3 месяца, вы работаете официантом. Работодатель к вам подходит и говорит, вы нам не подходите, извините, и на ваше место завтра придет другая. И представляете, как может хорошо жить работодатель, когда он имеет в месяц, допустим, 6 тех девушек, которые стажируются или юношей, и не оплачиваете. Поэтому все равно они должны оплачивать какой-то минимум стажировочный, и это должно быть прописано. А уволить вот так просто человек может? Ты меня не устроил завтра, расчет? По какой-нибудь, посмотря по какой причине, конечно, да, возможно, может что-то личное. Конечно, может, но объяснение должно быть. Придумать, да, какое-то. Да. А популярны ли обращения в центры занятости? Да, конечно, очень популярны. Я считаю, что если пенсионер, либо инвалид, либо матеря с многодетными, многодетные мамы ищут работу, им обязательно надо обращаться в центр занятости. Центр занятости им найдет работу, предложит. Работодатель явно не захочет брать на работу человека инвалида, пенсионера или маму с тремя-четырьмя детьми, когда она будет ходить постоянно на больничные. Все боятся этого. Поэтому надо обратиться в центр занятости. Центр занятости обязательно предложит хорошую вакансию. Они найдут. Они не оставят человека без вакансии, они найдут вакансию. Пускай она будет не совсем высокооплачиваемой, но она будет. Я хочу напомнить, что в эфире программа «Разговоры по чесноку». Я Марина Хакимова-Гацимайр. И сегодня мы говорим о проблемах в области трудоустройства в Татарстане. Наш гость, руководитель отдела продаж сайта «Работа.ру» и газеты «Работа для вас» Зуля Романова. Зуля Гумировна, а вот еще я хочу все-таки расширить эту тему. Мошенники в области трудоустройства. Откуда еще ждать подвоха? Человек ищет работу. Где еще могут его ждать какие-то подводные камни? Понятно, финансовые пирамиды, стажировки бесплатные, которые так и останутся бесплатными. Может быть, дальше. Что еще? Кадровое агентство есть. Кадровое агентство. Да, или агентство по подбору персонала. Есть кадровое агентство. В Казани есть хорошее кадровое агентство, которое сотрудничает со многими работодателями. Они, допустим, рекрутинговое агентство есть. Они подбирают персонал работодателю. Если какой-то большой работодатель, серьезный, ему нужен персонал. И чтобы не тратить время, не держать целый отдел кадров, они обращаются в такие организации. Организация ему подбирает персонал. И работодатель сам из своего кармана оплачивает эту услугу. Но ни в коем случае не соискатель платит. Есть такие кадровые агентства, которые... Это агентство по подбору персоналов. Они сейчас по-разному, по-моему, называются. У нас на месте они не стоят. Они с вами. Вы приходите к ним. Они говорят, мы вам подберем вакансию. Вы оплачиваете какую-то сумму. Они могут вам вакансию подбирать из тех же самых СМИ, газет, из тех же самых интернет-порталов, сайтов. И вам просто давать. Вы пойдете на собеседование, вам скажут, у нас вакансии нет вообще. Или она была полгода назад открытая. А вы потеряете и время, и деньги. Поэтому тоже надо обязательно внимательно изучать договор, на каких условиях вам предлагают работать, какие условия смотреть. Если по-правильному должно быть так. Вы приходите в кадровое агентство, оставляете свое резюме. Они обязательно должны вам дать заполнить анкету. Как они могут, не дав вам заполнить анкету, предлагать вам какую-то вакансию? Они же не знают, кем вы раньше работали. Обязательно вы заполняете анкету. Вы составляете договор. В договоре должно быть четко прописано, когда вы оплачиваете ту или иную сумму. Если вас трудоустроят, вот только после этого вы можете оплатить. Когда вы официально устроитесь, и правильно они заработали свои деньги, вы можете уже оплачивать. Вот тоже надо быть внимательнее. То есть финансовые пирамиды, бесплатные стажировки, кадровое агентство, которое требует деньги, тех людей, которые ищут работу. И вот есть еще такое понятие испытательный срок. Когда человек приходит на работу, и ему дают какую-то мизерную зарплату, а может быть вообще не дают, и говорят, вот у тебя испытательный срок, пару месяцев или, может быть, даже пару недель, по работе, вот мы на тебя посмотрим. Это вообще как-то предусмотрено законодательством? Ну да, конечно. Испытательный срок, я считаю, он вообще нужен. Во-первых, он нужен как работодателю, так и соискателю. Работодателю увидят соискателя, как он ведет себя в коллективе, его профессиональные навыки на этой должности. Соискатель может посмотреть на работодателя, также на коллектив, комфортно ли он себя чувствует в этом коллективе, удобно ли ему, поэтому я считаю, нужно. Но тоже, опять же, хочу повториться, надо обязательно составлять договор документально, где будет прописано время стажировки. Но работодатель может и сократить время стажировки, если он будет видеть, что соискатель готов приступить. Время воспитательного срока. Конечно, если соискатель готов приступить к работе. Если работодатель честный, добросовестный, он, соответственно, посмотрит и скажет, все, приступайте к работе, у вас, значит, приносите вашу трудовую книжечку, мы вас устроим. Поэтому, я говорю, надо обязательно тоже составлять договор, где это все будет прописано. Мы поговорили, да, немножко затронули тему студенчества, какая работа им могла бы подойти, что работа для студентов есть в Татарстане. Скажите, а вот что касается пенсионеров? Есть ли для них работа? Для пенсионеров тоже есть работа, есть подработка, есть работа. Я не скажу, что пенсионер может зарабатывать большие деньги, но работа есть. Ну вот, например? Например, можно работать посудомойщицей. Пожалуйста, в том же самом детском саду. Центр занятости такие работы всегда предложит. Все детские сады сотрудничают с центром занятости. Пожалуйста, тоже, вот еще раз, пенсионер, допустим, женщина-пенсионерка может пойти работать в детский сад. Будет очень удобно. Она может, если у нее есть внуки, отвезти внука в этот детский сад, забрать его и также работать. Это будет хорошая прибавка к пенсии. Я еще раз хочу сказать, для пенсионеров существуют центры занятости, куда они могут обратиться, и им будут предлагать какую-то работу. А что касается инвалидов, куда им лучше обращаться? На сайт, в газету? Инвалид тоже так же может составлять резюме. Обязательно на всех сайтах. Но ведь есть же какие-то льготы, какие-то квоты для инвалидов. Есть, но... Как сориентироваться на рынке труда людям с ограниченными? Поэтому я говорю всегда, вот таким людям надо обращаться в центры занятости, где их никогда никто не обманет. Центры занятости находятся под контролем правительства. Обязательно инвалидов там тоже не будут ограничивать ни в чем. Если есть какая-то вакансия, ее обязательно инвалиду предложат. Инвалидность же, она тоже разная бывает. Поэтому... Работа в частной фирме и на государственном предприятии. Что вот... Чему отдают, как правило, люди предпочтения? Или какие преимущества есть у той и иной? Это выбор каждого человека. И смотря... Вот смотрите, допустим, более возрастная категория, взрослые люди, которые, допустим, которые вы сократили с какого-то или иного предприятия во время кризиса, он ищет сейчас себе работу. Такие люди, в основном, они пойдут работать на госпредприятия, так, как они привыкли. Раньше всегда были госпредприятия, все работали на госпредприятиях, а сейчас очень много частных предприятий. Поэтому более молодой народ, они не смотрят на это, где предлагают большую зарплату, туда они и идут. Поэтому это выбор каждого человека, что частное, что государственное предприятие. Закон для всех один. Налоги, отчисления, все, и частное, и государственное, все они делают. А если говорить о зарплате, то есть какая-то градация, вот скажем, государственное предприятие, человек работает, средняя зарплата такая, и частное предприятие. Это все зависит, также опять хочу сказать, видите, все зависит от работы дателя. Все зависит от вакансии, какая вакансия на данный момент. Все от этого зависит. Бывает, уборщица может работать на частном предприятии за 8 тысяч, и также на государственном предприятии за те же 8 тысяч. Это все зависит от часов отработанных, сколько дней в неделю работает, по времени, по графику, все от этого зависит. Бывает вахтовый метод работы для людей. Вот очень тоже интересно, кто любит выбирать, а именно выбирает работу вахтовым методом. Вот тоже есть такое. То же самое, пожалуйста, Елабуга, вот кто-то уезжает, месяц отработают, месяц находятся дома. Такие тоже вакансии есть. На них в основном идут взрослые мужчины. То есть люди готовы переезжать в другой город, чтобы заработать денег? Да, конечно, готовы. И, допустим, студент, который недавно закончил институт, или то или иное какое-то высшее получил образование, он тоже готов, у которого нет детей, он тоже готов к переезду, потому что это же обмен опытом. Это же очень интересно. Они готовы к переезду, и вот мужчины тоже готовы к переезду, которым именно бывает, что они спрашивают у нас такую работу, когда нам звонят в редакцию, они спрашивают, есть ли у вас работа вахтовым методом, мне нужны именно вахтовым методом. Такая работа, еще раз хочу повториться, есть. Она у нас есть также в нашем издании, и на сайтах она везде есть, на разных. Это, как правило, какая работа? Вахтовым методом? Да. Совершенно разная. Требуются и рабочие специальности, и высококвалифицированный персонал требуются, и в торговле требуются. И средняя заработная плата, вот если мы говорим по Татарстану, да, какая сейчас? Средняя заработная плата, смотря у кого, 12-15 тысяч составляет средняя заработная плата. То есть на 12-15 тысяч работу можно найти всегда? Конечно, можно найти, я говорю, в течение одного-двух дней. Можно найти работу, конечно, можно. Я же говорю, надо всегда обязательно составлять резюме на всех сайтах, обязательно читать, смотреть газету. Бывает такой работодатель, который не будет на сайте размещаться, он разместится именно в печатном издании. Они, допустим, размещаются 15 лет в печатном издании, доверяют им, есть у нас, и вот у нас в практике такое. Те, кто подавал всегда в печатное издание, мы им предлагаем попробовать на сайте, и нет, ведь они все равно выбирают в печатное издание. Привычка? Я бы не сказала, что привычка, потому что тот человек, который реально себе ищет работу, он будет ее искать везде. Он будет смотреть и то же самое телевидение, он будет смотреть и сайты, и обязательно он пойдет и купит газету. Либо он пойдет в центр занятости, там также будет лежать эта газета, которую он возьмет и обязательно посмотрит, и, возможно, он найдет. И мы знаем таких у нас тоже в практике. Очень многое количество людей, которые трудоустроились именно по печатному изданию. Вы сказали 12-15 тысяч, средняя зарплата, которую предлагают работодатели сейчас в Петербургстане. А вот если говорить о высокой заработной плате, какие люди требуются, какие есть вакансии, какие специальности, какие профессии, скажем, за 50 тысяч рублей? Это, опять же, можно сказать, это все зависит от работодателя. Менеджеры по продажам очень хорошо могут зарабатывать. Я всегда считала так, что менеджеры по продажам это вообще очень хорошая профессия. Айти-специалисты, без них никак сейчас в наше время жить нельзя. Они никогда не останутся без работы. У них тоже всегда. Но стоматологи, можно так же сказать, это тоже... Сейчас очень модная профессия это тот же самый диетолог. Да, и вот представляете, они подают и в печатное издание тоже, когда ищут диетологов. И на сайтах, и в печатном издании. Вот высококвалифицированный персонал тоже требуется, руководители требуются. Вот руководители больше ищут по сайтам. Вот. Но менеджеры по продажам, региональные представители, торговые представители, вот эти работы очень могут принести хороший доход. Если человеку это подходит, если он может работать в этой сфере, то надо обязательно ничего не бояться идти, то заработать можно большие деньги. Добросовестный работодатель никогда не будет ущемлять человека, который приносит на ту фирму деньги. Это же получается, частное предприятие находится на самоокупаемости, их же никто не финансирует. Соответственно, менеджер по продажам приносит доход. И когда приносит менеджер по продажам доход, его и примируют, и бонусы, и проценты. Поэтому я считаю, что можно хорошо зарабатывать. Человек нашел подходящую вакансию, счастлив и идет устраиваться на работу. Ваши рекомендации, советы? Как нужно? Что одеть? Какие документы с собой взять? Как выглядеть? Какие слова говорить? И так далее. Что одеть? Одеваются уж как обычно. Обязательно одеться в деловой стиль, не броско. Деловой стиль, явно никак не на улицу, в прогулочных кедах. Если есть рекомендательные письма, взять. Когда вы придете на работу, вам предложат заполнить анкету. Обязательно взять трудовую книжку. Если есть высшее образование или какое-то другое образование, то обязательно взять документ. Диплом. Да, диплом, документ. Рекомендательные письма очень тоже хорошо будут влиять. Когда пройдете на собеседование, будете разговаривать с работодателем. Вы внимательно надо слушать работодателя. Что вам работодатель говорит? Ни в коем случае не перебивать. Но также не стесняться задавать вопросов. Не бояться. Вы устраиваетесь на работу. Это очень важный шаг. Вы же не будете прыгать сегодня здесь, поработал, послезавтра пошел туда, поработал, через пять дней туда пошел. Поэтому не стесняться ни в коем случае разговаривать с работодателем. Работодатель это тот же самый человек. Когда-то он тоже искал эту работу. Поэтому я считаю, что не надо бояться, стесняться. И обязательно заключить уже трудовой договор, почитать, заполнить анкету. Посмотреть. Посмотреть все условия, которые предлагает работодатель. Если они вам подходят, то, соответственно, приступать к работе. Сейчас в Татарстане открываются всевозможные новые предприятия. Иннополис, целый город ждет IT-специалистов. Скажите, как это развитие в Республике Татарстан связано, влияло на рынок труда? Конечно. Я еще раз хочу повториться. наше правительство очень хорошо помогает малому и среднему бизнесу. Соответственно, если у нас в Татарстане, в Казани открывается то или иное предприятие, соответственно, открываются новые вакансии. На месте это все не стоит. Если, соответственно, открываются вакансии, значит, людям будет работа. Какая-никакая, но она будет. Сегодня он может прийти на эту работу обычным помощником юриста и дорасти до начальника отдела. Это все зависит тоже от человека. Но да, это очень большой плюс. Наш город после Москвы и Санкт-Петербурга на третьем месте все-таки как-никак находится. Соответственно, это, наверное, должно о чем-то говорить. А по уровню безработицы на каком месте у нас находится город? Так не скажешь. Я считаю, что так таковой безработицы у нас нет. Мне кажется, больше... Нет, она есть, небольшая. Мне кажется, больше на людей действует лень или быстро хочется заработать денег. Поэтому вот такие люди, они попадают на финансовые пирамиды. Понимаете? Если ты хочешь заработать денег, надо пойти, пробовать и добиваться. Почему существует карьерная лестница? Вот, пожалуйста, вы приходите на одну должность постепенно, постепенно вы достигаете какую-то должность. Сразу же, допустим, начальники, они же не сразу сели в кресло. Многие начальники взрослые, не молодые, а взрослые. Почему он взрослый, начальник сели? Потому что он отработал, он когда-то начинал тоже с низов, и он поднялся по карьерной лестнице. Для этого надо иметь упорство, желание. То есть, когда человек говорит, вот, много лет сижу на очень неинтересной, нудной, низкооплачиваемой работе, и вот такой я бедный, несчастный, это все неправда, просто нужно немножечко, да, взять себя в руки. А что мешает вам перейти на другую работу? Вот вы сидите... Я знаю таких людей, которые говорят, ну, нет работы. Да, вот у меня тоже многих знакомых есть, которые говорят, ой, ты же работаешь там-то, там-то, подыщи нам что-нибудь. Я говорю, хорошо, я также открою, как и вы, сайт, я также возьму нашу же газету, я позвоню вам и просто продиктую. Как это по-другому называется? Это называется лень. Правильно? Если человек не хочет, он не будет ничего добиваться. Если человек сидит на одном месте и говорит, вот, меня не устраивает моя работа, а зачем вы там сидите и занимаете место? Возможно, эта должность кому-нибудь очень нужна. Если вы сидите на этом месте, вас не устраивает, вы параллельно ищите другую работу, перейдите, попробуйте себя в другой сфере. Возможно, у вас в сфере торговли не идет, а в сфере общепита будет хорошо, и вы достигнете каких-то высот. Видите, это все тоже зависит от человека. Поэтому я говорю, надо выбирать, надо смотреть, надо искать. Я вот тоже, когда пришла на свою работу, мне она очень нравится, я очень люблю свою работу, я вот нашла свое, мне очень нравится моя работа. То есть это черта характера, да, и то, что человек, скажем, имеет хорошую, любимую, высокооплачиваемую работу, зависит только от его способности, от его характера, от его каких-то личных качеств, что он не ленивый, как вы сказали, что готов трудиться. Да, это вы правильно все говорите, это все верно. Если человек любит свою работу, то он идет на работу не как на каторгу, ой, на работу, а как на праздник, то, соответственно, у него будет все получаться. Но это, наверное, и задача работодателя, создать такие условия человеку, чтобы он шел на работу, как вы сказали, как на праздник. Да, многое зависит от работодателя, очень многое зависит. Мне кажется, чтобы была легкая обстановка на рабочем месте, я не говорю прям про праздник, но как-то, чтобы с легкостью можно было общаться с работодателем, чтобы можно было подойти с любым вопросом к работодателю, не бояться работодателя. Некоторые работодатели держат в ежовых рукавицах, но от этого они ничего не получают. Наоборот, вас также, ваши сотрудники просто не будут любить, недооценивать, будут, а за вашей спиной будет многое говорить. Зачем это нужно? Поэтому я считаю, что работодатель должен со своими сотрудниками в первую очередь дружить. То есть большая текучка, скажем, на каком-то конкретном рабочем месте, это все-таки упущение работодателя, да? Ну, не совсем это от многого зависит. Бывает такое, что либо по зарплате, либо еще что-то. Допустим, в торговле, какие-то недосдачи, еще что-то. Кого-то это не устраивает, кто-то уходит, а кто-то остается упорно-упорно двигаясь с продавца до товароведа, с товароведа на директора и достигает, а после директора на супервайзера. Если человек хочет, он достигнет. Но если человек слабый, он скажет, я не хочу, у меня была вот в этом месяце недосдача, я уйду. Он уйдет, он пойдет в другой магазин, у него будет тоже так же. И пока он будет прыгать с места на место, его тот же коллега, который пришел вместе с ним на работу, достигнет за тот же год, допустим, дорастет до супервайзера. То есть лучше не менять часто работу, да, хорошую, на более хорошую и так далее, да? Да, ну... А добиваться на одном конкретном месте, делать какую-то карьеру, и, да, карьерный рост. Да, если вы нашли работу, и вам она подходит, и вы считаете, что это ваше, конечно, лучше упор сделать на одной работе и работать на ней, чем прыгать. Те же самые записи в записной книжке же работодатель будет читать вашу записную книжку и смотреть, почему три месяца он здесь проработал, три месяца здесь, пять месяцев здесь, и будет задумываться, от чего это все, почему он не... Либо он в коллективе не уживается, либо что. Поэтому, как бы, конечно, желательно работать там, но надо найти свое. Еще раз повторяюсь, надо найти свое, чтобы это было ваше, чтобы это было по душе. Если это будет ваше и будет по душе, вы будете с удовольствием ходить на работу и зарабатывать деньги. Я знаю, что кризис 2008 года очень сильно повлиял на сферу трудоустройства в Тверстане, и много людей остались, так скажем, за бортом. Сейчас много говорят о кризисных временах снова. Скажите, какова ситуация именно сегодня на рынке труда по сравнению с... В 2008 году она и нас тоже так же коснулась, как и всех, так как работодатели стали отправлять своих сотрудников в административные отпуска. Они сократили рабочую неделю, рабочий день, укороченные режимы, чтобы как бы сократить затраты. Как-то пережить кризис, они развалилось, их предприятие, они стараются пережить кризис, старались. Мы тоже так же все старались, пережить кризис. Мы с нашими клиентами так же его пережили, как и все. Сейчас на рынке труда стабильно с работой. Такой безработицы, как была в 2008 году, таких сокращений нет. Еще раз повторяю, что работа, она есть. Просто надо ее искать. И когда говорит человек, что нет работы, ну как нет работы, если на всех сайтах и в газетах везде есть вакансии. Центры занятости предлагают, а говорят нет. А что больше, спрос или предложений? И знаете, бывает такое, что почему? Вот предложений очень много. И спроса тоже много. Очень большое количество соискателей. Вот на нашем сайте мы проверяем, статистику ведем. Наш системный администратор, модератор, он постоянно проверяет, ведет статистику по сайту. Сколько работодателей, сколько соискателей регистрируется, какая возрастная категория регистрируется, на сайте. И вот понимаете, смотрите, человек работающий, он работает, сидит в офисе, зайдет на сайт и составит резюме. А вдруг ему какое-то предложение отправят. А хотя он работает, поэтому нельзя сказать тут. То есть нельзя останавливаться на достигнутом, да, уже имея работу, но если ты видишь какие-то недостатки, параллельно искать что-то лучшее. Конечно, он ведь и сидит на работе, он работает, он и не остается без работы и без денег, он не прыгает с места на место, но он ждет просто предложений. Он составляет резюме, ему приходят предложения, если ему будет интересно это предложение, соответственно, он пойдет, сходит на собеседование и посмотрит, подходит ему работа или нет. То есть вы советуете, даже если работа, в принципе, человека устраивает, все равно искать, может быть, не фанатично искать. Нет, я ни в коем случае так не советую, если человек устраивает его работу, он любит ее работу, то тогда надо работать на том месте, где вам нравится, где вы нашли свое. Если вам это подходит, зачем вы будете искать, если вас устраивает? Тогда не надо искать. Но если же человек, допустим, ищет работу, он ищет изо дня в день, говорит, я не могу найти работу, вот в таких случаях вы устройтесь на какую-нибудь работу, которую вам предложили, и параллельно уже ищите что-то лучшее. Вот я считаю, что вот так надо поступать. Понятно, спасибо большое. Я вынесла из нашей с вами беседы, что не бывает такого, чтобы не было работы. Да, правда. Что работа всегда есть, надо просто иметь характер, не лениться, и всегда можно устроиться. Да, соответственно, под лежачий камень же вода никогда не течет, поэтому трудолюбие, это самое важное в поиске работы, обязательно быть упорным. Человек, кто ищет, тот всегда найдет. Кто ищет, тот всегда найдет. Я надеюсь, что сегодняшний наш разговор помог некоторым нашим телезрителям и радиослушателям. Хочу лишь напомнить, что вопросы трудоустройства в Татарстане сегодня для нас освещала руководитель отдела продаж сайта работа.ру и газета работа для нас Зуля Романова. Спасибо вам огромное, Зуля Гумировна. Всего хорошего. До свидания. Разговор по чесноку на радио ЮФМ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова